В Бразилии сегодня стартовал второй тур президентских выборов. Явка ожидается очень высокая. Из-за накала страстей проиграть никто не хочет. Есть ли у действующего президента Болсонару шансы сохранить свой пост? Все подробности у нашего политического обозревателя Анна Деркач. Выборы в Бразилии по всем законам карнавала. Зажигательные ритмы, яркие костюмы. Вместо танцовщиц на передвижных платформах, кандидаты в президенты. Улыбаются и машут своим сторонникам. В политической борьбе все средства хороши. Вот, например, самбо. Это не только символ национальной идентичности бразильцев, но и способ самовыражения. В красном костюме можно голосовать за левых, в синим – за правых, но в зеленом – до сохранения лесов Амазонки. На теледебатах совсем другая атмосфера. Общение кандидатов больше напоминает «Капаэйру» – боевое искусство чернокожих рабов Бразилии. Вместо подсечек и ударов головой – фейки и компромат. Словесная дуэль вышла за рамки любых приличий. Балсонару публично обвиняют Лулу в импотенции, а Лулу Балсонару в педофилии и смертях 600 тысяч человек. Правда в том, что вы не позаботились о людях, подшучивали, смеялись, говорили, что не будете делать прививку. А те, кто сделал прививку, станут аллигаторами, станут гомосексуалистами, что они не должны принимать вакцину. Вы высмеивали людей, имитировали людей, умирающих без кислорода в Манаусе. В истории ни одного правительства в мире нет такого, кто играл бы с пандемией и со смертью, как вы. Вы объявляете себя отцом бедных, но в 2020 году для поддержки бедных, поскольку они были вынуждены оставаться дома из-за ограничений, мы предоставили экстренную помощь в размере 114 долларов США. Политическая капоэйра на первых полосах. В борьбе за власть встретились в противоположности. Нынешний глава страны и бывший. Ультраправый консерватор Жаир Балсонару и левый Инасио Досилва или просто Лула. Выпускник престижной военной академии и рабочий из многодетной семьи. Белые воротнички против трущоб. Мы за Балсонару. Ни воров, ни коммунизма. Мы не хотим, чтобы наша страна превратилась в Венесуэлу. Лула он для нас, для людей, не только для бизнесменов, не только для среднего класса. Он за образование, за здоровье нации, за все, что деградировало в нашей стране. Политическая программа Лулы – воплощение бразильской мечты. 33% населения живет в трущобах со всеми вытекающими последствиями. Слоган «Включить бедных в госбюджет» для 70 миллионов обитателей фавел – надежда победить голод, бандитизм и безработицу. Лула обещает трехразовое питание и даже барбекю по выходным. Для нас важно, чтобы кто-то представлял фавелы. Мы большинство населения. Нам нужно, чтобы кто-то держал нас за руку и понимал, что нам нужно. Политический путь Лулы, как из рая в ад и обратно. Седьмой ребенок из восьми, два класса образования. Бросил школу, чтобы помогать семье. Чистил обувь, торговал на улице с 14 лет на заводе. Фактическое отсутствие образования не мешало несколько раз баллотироваться в президенты и став им с четвертой попытки помогать таким, как он. При Луле десятки миллионов бразильцев выбрались из трущоб, купили машину и впервые позволили себе съездить в отпуск. Эти выборы означают борьбу между демократией и варварством, борьбу за возвращение достоинства бразильского народа. Возможно, в этой стране никогда не будет так много людей, спящих под мостами и на площадях. Инасио Дасилова был президентом два срока, с 2003 по 2010 год, и хотел баллотироваться снова, но попал в тюрьму на полтора года по сфабрикованному делу. Обвинение в коррупции выбило его из гонки. К победе в 2019-м пришел Жаир Болсонару, человек, который самби и капуэри предпочитает словесные бои без правил. Вы поддерживаете насилие? Сейчас я насильник. Сейчас я насильник. Послушайте, я вас не изнасилую, потому что вы этого даже не заслуживаете. А что бы вы сделали, если бы узнали, что ваш сын влюбился в чернокожую девушку? Мне это не грозит, потому что мои дети хорошо воспитаны. Непримиримый противник демократии и сторонник смертной казни Болсонару, как истинный солдат-христианин, стоит на страже семейных ценностей. Ценности, которые есть у президента, они очень похожи на мои, моей семьи, на все, чем мы дорожим. Мы ценим нашу семью, наш народ, наших детей. Болсонару против абортов, легализации наркотиков и прав меньшинств. Его высказывания часто не укладываются в парадигму, привычной европейцам толерантности. Я бы предпочел выжить в военном режиме, чем умереть в этой демократии. Смертная казнь будет препятствовать преступности. Я никогда не видел, чтобы кто-то, кто был уже казнен на электрическом стуле, снова убил кого-то. У меня пятеро сыновей, четверо родились мужчинами, а в последнем случае я дал слабину, и получилась женщина. Жаира Болсонару даже прозвали Трампом тропиков. За словом, в карман не лезет, пользуется поддержкой бизнеса. С его одобрения компании агропромышленного комплекса стремительно вырубают амазонку. Против Болсонару постоянно митингует коренное население Бразилии. Эти люди пришли, вытащили пистолеты и сказали, ты уйдешь отсюда навсегда, живой или мертвый. У тебя есть возможность выбраться отсюда живым, или мы бросим тебя в воду, и тебя съедят аллигаторы. Оружие в Бразилии получить проще, чем работу, образование и медицинскую помощь. Так, по логике правительства, легче бороться с преступностью. Вооруженный человек дает гарантии своей семье, своему имуществу и Бразилии, потому что вооруженные люди никогда не будут порабощены. Он разрешает покупку оружия. Парень может купить винтовку, он может купить автомат, он может купить 2000 патронов. Я хочу знать, для чего хорошему человеку нужно оружие. Хороший человек хочет работу, молодежь хочет книги, образование, культуру. Результаты социологических опросов предрекают победу Луле, но разница между ним и Болсонару всего несколько процентов. За голосованием в Бразилии пристально следят и за границей. Какой курс возьмет крупнейшая страна Южной Америки? Кто бы не победил, для нас хорошо и то, и другое. Но во времена Лулы, тогда Бразилия вместе с Россией стала соорганизатором Брикса. Ну вот хотя бы одно это, так сказать, один этот факт уже говорит о многом. Во время Болсонару были переговоры, был визит, были подписаны соглашения. То есть очень позитивно прошел визит. Поэтому нам хорош любой бразильский президент. Бразильский карнавал, как ничто другое, отражает политические предпочтения бразильцев. Знаменитый пляж Капакабана. Обычно здесь всегда митинговали правые. Но после того, как Лула вырвался вперед, танцуют левые. Кто побеждает, тот и заказывает музыку. Анна Деркач, Ольга Соловьева, Ваграм Манукьян, Кристина Сафронова. Программы «Вместе».